Привет всем, все у нас 20 мая, вечер, а я начал делать свой драндулет, вот этот вот. Короче, изрезал я всю подвеску полностью, разрезал ее, приподнял повыше, также вот эти вот вырезал, сделал вставки, повыше поднял. Сейчас у меня амортизатор здесь не достает при наклоне, но все равно есть вот эти ограничитель, вот эти шаровые, у них есть ограничение, поэтому наклон будет небольшой, но он не 100 км сейчас гоняет, так что хватит на небольшой наклона, главное, чтобы она работала и мягкость хода была. Вот, сейчас мне надо все это выставить, параллельность, тут также прихватывать, устанавливал второй рычаг, все это дело собирать, переносить вот эту пластину, отрезать ее, выкидывать и делать тут вторую, другую пластину, для фехтатора в среднем положении подвески, вот, можно ее и не делать, но я сделаю. Вот, а так она все работает, уже грунт не задевает, но наклон небольшой, так что потом покажу. Останется вот эту часть тоже отрезать и поднимать вот сюда выше, даже вот эту придется срезать пластмассу, выше поднимать, ну тут недолго срезать, вот, продолжаем колупаться. Привет всем, сегодня у нас 21 мая, как всегда дождь пошел, правда вечером, в нем было 20 теней, но как всегда дождь, давно не было, дня три, наверное. Я продолжаю делать свою фигню, вот, сделал уже, короче переделал я его, поднял выше, разрезал, также здесь все переварил, вот эту подставку тоже выше, и сейчас у меня она не достает, вот, я его опускаю, вот тут идет зазор, тут тоже получается зазор, потому что вот эти шары, они как ограничители, вот, работают, уперлась, тут пружина близко зазор, но она, когда будет сжиматься, вот, подвеска будет вот так вот работать, на амортизаторе, а это пока плавающий режим, также в эту сторону, вот, ну здесь еще вот эта штука у меня мешается, надо переделать маленько, это у меня тросик здесь будет вставляться, я тут привалил шестигранники с отверстием, и надо их будет подрезать тут, фиксатор в прямом вот таком состоянии подвески, вот, там не видно, вот, отверстие под шкворень, которая будет доставаться, вот эта рулевая колонка будет, здесь я уже буду ставить нормальная полноценная шаровая, так как расстояние здесь очень большое получилось, вон какое здоровое, тут пойдет сейчас шаровая, останется переварить только вот эту верхнюю часть, вот, выше ее поднять, но это ничего страшного, пластмассу подрежу, отрезу, переварю, вот, такая подвеска получаться, вот она, вот, здесь у меня еще упирается маленько, я его надо подрезать уголки, сделать чисто по тросик, и нормально было все. Привет всем, сегодня у нас 22 мая, уже пасмурно что-то стало, похладенько, вот, а я опять продолжаю ковырять этот драндулет, вот, подвеску так вот примерно собрал, колея получаться 89 сантиметров по центру колес, вот, примерно она так уже выглядит, вот этот угол с обоих сторон, он вот шаровый наконечники очень крутой, по идее надо его смещать сюда ближе во много, поэтому потом придется обрезать, передвигать вот эту гайку, просто приваривать к этому месту, а тут делать другую контргайку, выкручивать, саму подвеску переделать не надо, просто вот сместить эту шаровую сюда, и эту гайку сделать сюда поближе, вот, может, ну переварю потом, может пересверду отверстие, там видно было, проще будет пересвердить, конечно, быстрее будет, и проще, ничего хоть не уйдет, тут перевариваешь, когда выставляешь, очень сложно все это угадать, все эти наклоны, повороты, очень сложно, поэтому проще будет пересвердить, тут есть куда, вот с обоих сторон, просто поближе сюда пересвердить, ну хотя может и обрезу, посмотрю, переставлю, а так она вот такая выглядит, осталось снова сделать здесь крепеж, пластину, вот такую приварить, вот как внизу, вот это ее поднять, сделать другую, это я просто прихватил сваркой, чтобы она не дергалась, выставил ее прямо, и вот надо сейчас сделать пластину, внизу подсвердить из версии, чтобы она фиксировалась, в том положении, короче, посмотрим, все получится, наконец-то я собрал его подвеску, вот я плавающий режим, вот наклоняется в эту сторону, и в эту сторону наклоняться, ну вот, вот так она плавает, здесь в среднем положении вставляется вот этот вот корень, вот он зафиксировался, и все, стало в прямом положении, вот, так что осталось, вот эти вот новые шаровые, туго поворачиваются наконечники, но это все разобьет, вот, 89 по центру колея, ну а начал будет здесь регулироваться, развал схождения сверху, снизу, как я сказал уже, вот эти вот угол большой, можно будет его маленько потом обрезать, передвинуть, приварить, тут приварить другую гайку потолще, и поставить еще одну контрогайку, вернее всего вот этой хватит, просто ее вот так вот приварить, выкрутить и поставить еще одну контрогайку, поэтому здесь ничего сложного нету переделать, вот, переварил вот эту верхнюю часть, уголок полностью все, просверлил отверстие внутри, сверху снизу, ну, чтобы штопорить его здесь, все это дело приварил, крыло снял, и приготовил вот это место, вот уже, здесь я буду делать такую пластину, уголком, втулочки точить, и сюда вытачивать такую ось, небольшую, коротенькую, под крестовину, вот он, бал, вот вал стоит, и вот этот вот, получается угол здесь будет небольшой, вот, как раз, вот он отсюда выйдет, и сюда на крестовину зайдет, короче небольшой такой угол будет, крестовинка маленькая такая, карданчик, вот такая фигня, осталось здесь приварить такие рычаги, поворотные кулакам, и делать тяги рулевые, ну, как я сказал уже, вот эти я буду маленько изгибать, пластину, пересверливать отверстие, и ставить здесь нормальные шаровые, большие, ну, вот такие рулевые, вот, нормально, полноценная рулевая, чтобы нигде ничего не изогнуло на ходу, хоть и скорость у него маленькая будет, но не важно, вот, короче, вот такая конструкция получается, угол не скачиваю сильно большой, ну, довольно-таки приличный, вон, колесо поднятое, тут опущенное, неплохой наклон был, мне по горам сильно не ездит, так что пойдет, вот, главное, амортизатор здесь ничего не задевает, здесь также не задевает, когда на ту сторону делаешь, тут почему-то зазор еще чуть-чуть побольше остается, не знаю, где-то что-то не рассчитал, но вроде все ровно, я омерил линейкой, выставлял, все прямо, все более-менее ровно, так что вот такая конструкция получается наклонная, , и время, и смеется нам怎么. Продолжение следует...